Кто хоть раз в жизни не помышлял стать стримером? Ну что, сидишь себе под камерой, рубишься в любимые игрушки, да еще и бабло поднимаешь. Но как и в любом деле, где замешаны деньги и слава, тут есть свои подводные камни. Многие параноики, даже без стримеров, любят заклеивать вебку, чтобы вдруг нигде не засветиться. А у тех, кто ведет трансляции, есть другие опасности. Например, запамятовать проэфир и начать делать перед камерой то, что обычно происходит в одиночестве. Такие ЧП сегодня и обсудим. Добро пожаловать на Тейлблог.нет И сегодня мы представляем Талп 10 угарных моментов, когда стримеры забыли выключить камеру. Десятое место. Компот. На одном из его стримеров произошел прикол. Чувак, как обычно, попрощался со зрителями, свернул окно и стал ходить по дому. Кто-то ему позвонил, после чего компот собрал портки и ушел. Все это время зрители наблюдали пустую комнату стримера. Через какое-то время блудный стример вернулся и с порога начал рофлить. Ну привет! До меня дописались, ребят. Блогер пояснил, что скачал новую прогу для трансляции и не до конца с ней разобрался. Свернул окно и подумал, что эфир на этом кончился. А потом ему позвонил риэлтор и он поспешил навстречу. Тем временем чувака преданно ждали 3000 зрителей. Народ думал, что сейчас Рома притащит домой другого стримера Фиксая. И начнется веселуха. Особенно воодушевлены были леди, которые шиперят эту парочку. Как бы то ни было, коллеги по цеху сообщили компоту о включенном стриме, когда он еще шел домой. Но самое забавное в этой ситуации то, что о пустому креслу продолжали донатить. Ё-моё, вы мне тут еще донатили. Ничего себе прикольно. Девятое место. Лоло-ложка. Рома забыл выключить эфир после прощания со зрителями. Встал, зачем-то сообщил в пустоту, что вспотел и увалился на диван спать. Ааа, как же я весь вспотел. Ай, ёптую мать, ай, моя рука. Удивительно, что спать Лоло-ложка вздумал прямо в джинсах и футболке, в которых сидел за компом. Я, конечно, о вкусах не спорю, но спать в джинсах, ммм. Да еще и просто под какой-то простыней. Не удосужившись даже, а расстелить постель, создается ощущение, что чувак работал в шахте до седьмого пота и так утомился, что буквально свалился с ног на первую встречную горизонтальную поверхность. Тем не менее, зрители были восхищены этим перформансом, который зафиксировал на камеру Лоло-ложка. Восьмое место. Лебзавр. Он давненько промышляет стримами в компании своей маман Людмилы Юрьевны или Людмурико. Лично я не особо вникал в этот семейный контент, но, судя по комментариям в разных соцсетях, напрашивается вывод, что и мама, и отпрыск, и даже постоянные зрители тандема требуют обследования у психиатра. На одном из стримов между мамой и сыночком Корзиночкой произошла стычка. Говорят, она слишком много накатила на эфире и ляпнула что-то обидное в сторону своего ребенка. Габзавр не растерялся и врубил ответку, забыв о включенной камере. Вероятно, в момент избиения Яшин забыл прервать стрим. Кое-кто в комментариях на ютубе даже ждал примирительного кекса, но хвала небесам до этого не дошло. И в итоге Яшин просто публично извинился перед старушкой. Хотя, думаю, у большинства зрителей осадочек остался. Зряющее все-таки не самое приятное и адекватное. Седьмое место. Мисс Бехэйвен. Заигрывание с аудиторией мужского пола классика для стримеров с Твича. Впрочем, некоторые особи заходят в этом смысле слишком далеко. Не то, чтобы Мисс Бехэйвен забыла о включенной камере, скорее она запуталась в платформе, на которой ведет трансляцию. Девушка стримит не только на Твиче, но еще и на сайте, известном своим взрослым платным контентом. Но получилась такая вот оказия. Вместо престарелых любителей гонять лысого с OnlyFans, прелести девушки предстали перед молоденькими геймерами с Твича. Поэтому культовую вырезку из стрима можно найти только на... ...специфических платформах. Самый цемес даже не в этом. Подумаешь, исполнилась рептиз перед камерой. Обычно на Твиче за такое банят и банят надолго. Мисс Бехэйвен. Загнали под шконку всего лишь на три дня. Отчего сильно бомбануло у других пользователей. Люди недоумевали, почему за мелкие косяки можно склопотать блок на неделю, а то и месяц. А за варенье крупным планом перед камерой какие-то ничтожные трое суток. Не буду копаться в тараканных администрации, но допущу мысль, что модераторам просто слишком понравился контент, от чего их сердца растаяли и смягчились. Шестое место. Аллахандес. Этот парень, как обычно, рубился в датан. Однако забыл выключить стрим и начал заниматься будничными вещами, готовясь ко сну. То есть снял футболку и почесал стручок. Как оказалось на потеху публике. Лично я не вижу тут ничего экстраординарного. В конце концов, в отличие от предыдущей барышни, он ничего даже не засветил толком. Нет, что они обсуждают то, как человек перед сном снял футболку и поправил членов. Ну, просто задумайтесь. Соглашусь с парнем. Видимо, народ так пересвитился скандальным контентом, что видит шок и сенсацию даже там, где ею и не пахнет. Но все равно получилось ржачно. Пятое место. Куплено. Я так и не понял, почему в комментах многие офорсили Куплено, потому что он даже патрон свой ни разу не чесал. Забыл вырубить, да и продолжил копаться в файлах на плойке. Ну и на десерт оставил зрителям приключения синего экранчика. Вообще, с Купленовым такое приключается часто. Он на какие-то секунды забывает про камеру, а потом просто не запаривается вырезать эти моменты из перезалива стримов. Стример ведет себя более чем спокойно. Я ждал, что он хоть в носу поковыряется, но нет. Максимум статичные танцульки плечами или настройка микрофона. Раз, два, три, 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 три. Ну и возмущение по поводу спонтанного вылета из игрохи. Иногда Дима замечает, что камера не работает, хотя она продолжает писать. В эти моменты он смотрит аудитории прямо в душу. Блях, а опять камера не работает, да что ж ты будешь делать? Многие поклонники находят происходящее забавным и позитивным, а следовательно, Купленову тоже уготовано местечко в нашем видео. Четвертое место. 715 Тим. В этом случае соль скорее не в забытой камере, а в другом нежданчике. Во время трансляции чувак игрался с тем, с чем играться не стоит. Объяснял аудитории принцип работы оружия, а потом... О, давай себе рычаг отпусти. Ниху. Эта вырезка из стрима породила целые потоки народного фольклора. Сначала были ржачные комменты в стиле, вот почему мужчины живут меньше женщин, и типичный стример из Донецка. Шутки шутками, но вынужден сказать, что подобные развлечения весьма опасны, даже несмотря на слабую мощность ремонтки в руках блогера. Так что подобное ни в коем случае нельзя повторять. Третье место. Зилон Оу Пи. Этот персонаж на самом деле имеет слабое отношение к стримингу. Зато бизнесмен из него хоть куда. Неоднократно он заявлялся на Твич в инвалидном кресле, выходил в эфир и плакался зрителям на дороговизну медицины. Естественно, сердобольные люди кидали мужику донаты, чтобы как-то поддержать коллегу и помочь с лечением. А одном из стримеров Зилон Оу Пи продемонстрировал настоящее божье чудо. Не больше, не меньше. В какой-то момент он подъехал к компу, видимо, чтобы выключить трансляцию, потом встал и пошел своими ногами. Уж не знаю, сделал ли это чувак намеренно, ну мало ли, угрызение совести замучили. Или же он захотел затроллить легковерных донатеров, чтобы те не сорили деньгами. В любом случае, стример собрал до этого кучу баксов. Быть может, именно они его внезапно исцелили, правда, потом Твич вознаградил мошенника вечным баном. Так что теперь ему придется побираться, разве что в подземках или у церквей. Второе место. Ураган Хокаги. Вот недаром говорят, что зеленый змей до добра не доводит. А когда ты публичная личность, с горячительными напитками стоит быть особенно аккуратным. Это отлично доказывает пример урагана Хокаги, который забыл вырубить стрим по пьяной лавочке. Шатаясь и чуть ли не опрокинув вешалку для одежды, парняга полностью разделся и предстал перед аудиторией, в чем мать родила, а потом заявился на кровать. Впрочем, судя по паблику стримера ВК, подобные эксцессы происходят с ним регулярно. Накануне нового года ураган заснул перед камерой прямо в кресле. Таким образом, он провел больше часа, а за сладким сном стримера наблюдало более полутора косарей зрителей. Что тут добавить? Наверное, кому-то пора кодироваться. И первое место. Новопатра. Спорная и, пожалуй, самая пикантная история из этой подборки произошла с этой твич-стримерши. Девушка вела трансляцию, а потом закруглилась и решила виртуозно сыграть на балалайке. Ну ты понимаешь, о чем я. Отдельных рофлов заслужила мимика стримерши. Я даже теряюсь, какой из ее талантов круче к музицированию или пантомиме. В конце концов, именно ее фейс ближе к финалу стрима был нещадно растащен на мемы и вставки. Хотя эта дама и не единственная, кто практиковал подобные утихи перед тысячами зрителей. А какие угарные моменты со стримов, когда блогеры забыли о включенной камере, больше всего запомнились тебе. Вдруг ты помнишь такие? Пиши ответ в комментариях и не забудь подписаться на канал, чтобы первым смотреть самые крутые топы Ютуба. Также заглядывай в наш паблик ВКонтакте и на канал в Телеграме, ведь там мы регулярно вместе общаемся, проводим опросы по новым темам и орем над угарными мемчиками.